Федорову Вадиму всего 4 года, а он уже объездил половину России. Только цель этого туризма далеко не красивый селфи и бронзовый загар. Вадиму надо просто выжить. В феврале 2017 года у нас у ребенка с утра начались судороги, ни с того ни с сего, но все было хорошо до этого. Мы вызвали реанимацию и уже нас увезли в больницу, не знали, что с ребенком происходит, как бы обследовали его, проводили МРТ. Сначала опухоль не было видно. Ребенка экстренно прооперировали, убрали жидкость с головы и потом уже облегчили состояние. И на следующий день сделали МРТ с контрастом и там уже обнаружили опухоль. Непоседу Вадима ждала операции в Новосибирске. После клиника Рогачева в Москве, где злокачественную опухоль уничтожали курсом лучевой терапии. Однако после перерыва плановое обследование показало рецидив. Снова Москва и снова операция, а после опять химиотерапия. Сейчас ребенку необходимо срочное обследование в Санкт-Петербурге. Наш врач сказал, что нужно пройти ПЭТ, аппарат ПЭТ. Он видит раковые ткани. Он единственный аппарат, видимо, в Питере, который видит, нам нужно его пройти. И нам нужны средства, а сейчас уже возможности нет. За помощью родители Вадима обращались в фонды, но пока оформляются документы, убегает драгоценное время. В августе мальчику необходимо быть в Санкт-Петербурге. Семье, кроме родственников, помогают волонтеры. Все выписки, все документы, я все проверила, все прочитала. Читала я, ну, не то что там со слезами, наверное, ну, с истерикой, потому что, ну, для каждой мамы... Подождите, я в этом бане, вы очень не знали? Ну, когда... Подождите, все. Сейчас главное отправить ребенка в Питер на обследование и на дальнейшую консультацию. Поскольку завтра в нашей стране начинается чемпионат мира по футболу, билеты стали очень дорогими. Благотворительные фонды готовы помочь, но предлагают вариант поездки только в сентябре. Для Вадима это может быть уже поздно. Сейчас самое главное – это время. Время идет против ребенка, и чем быстрее мы это все соберем, и чем быстрее мы его отправим, но назначение будет только в июле-навгуст. Помочь маленькому читинцу можно, отправив посильную сумму напрямую маме Вадима. Ее реквизиты и номер телефона, привязанные к карте, вы видите на экране. Гулял Хасов, Вячеслав Бортницкий, Владимир Николаев, САП-ТВ.